Итак, мы подходим к Аврааму. Кстати говоря, нет никакой причины, по которой Авраам заслуживал бы этого благословения, которое Бог ему дает. Бог дает это благословение по своей благодати. Но он дает Аврааму три обещания. Я думаю, что вы хорошо с ними знакомы, поэтому я буду говорить очень быстро. Он говорит, я произведу от тебя великий народ. Вот эта вот идея семени. Бытие 12, Бытие 17, до этого Бытие 15, ну и так далее. Так что все это очень четко связано с мыслью о том, что твое семя будет моим народом. Дальше он обещает землю. Да, опять-таки задумайтесь, пожалуйста, об этом. Это земля благословений, на которой должен быть Божий народ. Причем интересно, что это место для того, чтобы благословить и все другие народы. Это не просто уйти в землю подальше от остальных. Это земля, через которую должны быть благословлены и другие народы. И, то есть, буквально дальше сказано, что ты будешь благословением для всех народов. Если вы не знакомы с этим текстом, то прочитайте, пожалуйста, Бытие 12 глава. Посмотрите, тут не просто о том, что я буду через вас спасать людей. И это уж тем более не просто я буду через тебя лично спасать людей. Нет. Я через тебя создам мой народ. И этот народ будет благословением для других народов. Я помещу их в определенное место, и это место будет местом благословения. То есть, видите, как все это сочетается, как совпадают все эти компоненты, которые мы видели уже в Творении. Единственное, что не очень понятно, это пока это власть Божия над Авраамом и над народом Авраама. Но, в общем, потом это станет понятно. Это народ под властью Божией. Бог царь для этого народа. Вы знаете, как развивается эта история. Бог обещает, что будет замечательный народ, великий народ, будет благословение, но они совершают неверные шаги, они принимают на себя последствия этого непослушания. И они, в конце концов, оказываются в Египте, оказываются в рабстве. Это понятно, что это определенная напряженность. Мы, конечно, знаем, что ведь это Божий народ. Он должен получать на своем месте благословение от Бога. Но где они? Ну, сейчас они оказываются даже не Божиим народом. Они оказываются рабами. Они забыли Бога, по сути. И, кстати говоря, мы понимаем это потому, как они подходят к Богу. Они привержены идолослужению и прочим вещам. Они пропитаны египетскими божествами. То есть этот народ практически растворяется. И это рабы в Египте. И когда вы задумаетесь об этом, это ведь Божий народ. Он должен жить так, как хочет Бог. Нет, они подавлены, они притеснены. Они не просто притеснены. Они даже, скорее всего, уже ничего о Боге практически не знают. Потому что они так растворились в том идолослужении, которое их окружает в Египте. И им нужно еще и богословское образование, богословский урок о том, кто такой Бог. Они живут в Божьем месте благословения? Нет, они чужестранцы. Они чужеземцы в чужой земле. Они уж, конечно, не в обетованной земле, которая дана Аурааму. Они уж точно не царствуют под Божьим царством, под Божьей властью. Они низшие из низших. Они угнетенные. И вот Исход приходит, начинается через Моисея, через то, что Бог начинает действовать через Моисея, давать свои указания через Моисея. И тут происходит несколько событий. Во-первых, Исход — это высшая модель спасения, Божьего вторжения ради своих людей, ради своего народа в Ветхом Завете. Именно Исход становится основанием для того, чтобы понять, что такое Божье искупление, не что такое Божье спасение. То есть очень сложно понять, что делал Иисус, что сделал Иисус, если вы не понимаете концепцию Исхода. Потому что именно Исход и есть Ветхозаветная модель того искупительного спасения, которое совершает Иисус. Итак, Бог начинает делать несколько вещей. Он начинает действовать ради своего народа. Но, что еще важнее, пожалуй, Он начинает учить их тому, кто Он, каков Он и чего Он от них требует. Вот это и есть, кстати, идея прогрессивного, развивающегося откровения. Вот тут интересно, Моисей предстает перед горящим кустом. И вы знаете, вы помните, что Бог открывает Себя, как Бог Рама, Исаака и Иакова. И Он говорит, «Я Бог, который дал эти обещания. Не пропустите, пожалуйста, эту часть, когда будете читать». Бог открывает Себя, как Бог, которого нужно бояться. Моисей падает на лицо Своё, как и должен был упасть на лицо Своё. Бог открывает Свои искупительные цели. Бог показывает, что Он собирается освободить Свой народ. И даже следующие беседы между Моисеем и фараоном, они очень интересны. Их часто фильтруют, забывают. Он говорит, «Отпусти народ мой». Я понимаю, что бывают разные варианты, да? Бывают старые фильмы 60-х годов. «Отпусти народ мой» в Америке стало как бы такой мантры. «Отпусти народ мой», чтобы он делал всё, что хочет. Нет, ведь не в этом смысл исхода. Смысл исхода. «Отпусти народ мой», чтобы он поклонился мне. «Отпусти народ мой», потому что есть эта напряжённость. «Мой народ не поклоняется мне, Богу. Мой народ не там, где он должен быть. Мой народ не таков, каким он должен быть. То есть «Отпусти народ мой» для того, чтобы этот народ поклонился мне. Для того, чтобы этот народ стал моим народом. И для того, чтобы этот народ снова взял на себя свою роль в этом мире. Роль благословения для других народов. Это не просто «Отпусти народ», чтобы он шёл и делал что хочет, что угодно. Это скорее спасти народ от чего-то для чего-то. Или для кого-то. Для Бога, для Его Слова, для Его благословения и так далее. Так что, если вы будете читать эти слова «Отпусти народ мой», он ведь практически всегда продолжает. «Чтобы поклониться мне», «Чтобы они поклонились мне», «Чтобы устроили празднество в пустыне», «Чтобы служили мне» и так далее. Так что это далеко не просто «Отпусти народ от чего-то», но и для чего-то, для какой-то цели. И вот Бог начинает вмешиваться, причём мощно вмешиваться в события исхода. И здесь мы можем очень долго говорить, но, естественно, тут Пасха. И, разумеется, одно из главных действий спасений, вы помните, казни египетские. Кстати, казни египетские имеют определённую очень чёткую функцию. Я называю эти казни вводным курсом основы богословия по сравнению с идолопоклонством египтян. Он говорит так, вы поклоняетесь Нилу. Бог говорит, отпусти народ мой. И фараон не отпускает, что происходит с Нилом, источником жизни, дающим жизнь тем, которому они поклоняются. Нил практически вымирает. Он практически полностью умирает. Рыбы плывут пузом вверх, начинается вонь. И дальше другие божества, которые связаны со скотом, с головами скота и так далее. То есть, каждая из этих египетских казней — это совершенно конкретный пример, обращённый против египетских божеств для того, чтобы установить всевышнее господство Бога, Бога Авраама Иакова, Авраама Исаака Иакова. То есть, Бог проявляет всё это в совершенно общественной сфере, всё это на сцене перед всем миром. Чтобы люди знали, чтобы народы прославили. Вот в этом смысл. Именно ради этого исход. Ой, вы слышали, что сделал Бог евреев этим божеством египетским? Вот именно. Этот богословский урок нужно было здесь преподать. В мире есть только один Бог, и он Бог-творец, он Бог Авраама Исаака Иакова. Это и есть тот урок, который они усвоили через исход. И, конечно, для Египта главным божеством был никто иной, как и сам фараон. Поэтому, если мысль о том, что вот первородный сын фараона будет уничтожен, ну, соответственно, придёт конец владычеству фараона для тех, и всем придёт конец, на самом деле, кроме тех, кто, собственно, помажет косяки двери этой кровью. И когда ангел смерти будет проходить, да, вот по этому городу, или будет проходить по Египту, смерть как бы пройдёт мимо еврейских домов, мимо еврейских перворождённых, первородных. Они будут освобождены из оков смерти. И мы, в конце концов, понимаем, что не фараону принадлежит высшая сила в этом мире. И так они выходят. Вы знаете, что дальше происходит. Они приходят к концу своего терпения. Они должны перейти через Красное море. У них другого варианта нет. Они переходят через Красное море. И Египет не может их остановить. Египетская военная сила истреблена какими-то бродячими рабами. И, что самое главное, их богом. Вот это и есть урок, который происходит отсюда. И вот песни, которые отсюда происходят, празднование, величание того, как бог проявляет свою силу, это не просто великое могущество военное. Потому что они не могут сказать, что они были великой армией. Нет, они не были великой армией. Бог действовал за них. Он вывел их из этого плена в обновленную жизнь. Вот исход. Вот Пасха. И неудивительно, что когда приходит Христос, он берет именно Пасху и применяет эту Пасху, потому что он говорит о высшем исходе через свою смерть, через свое воскресение. И совершенно неудивительно, что апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 10 глава, мы об этом говорили на прошлой неделе, он говорит, что мы тоже прошли через это море в крещении. Мы прошли через смерть и вышли из этого моря для жизни у Господи. То есть эти темы, эти метафоры искупления, спасения для Божьего народа находим мы уже в Новом Завете, но происходят они отсюда из Пасхи. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com Бог дает им не только свободу, что, конечно, важно, но Он в этой свободе дает им возможность принять Его Слово, принять Его Закон. И в 19-6 стихе книги Исход становится очевидно, что у Бога есть цель для этого завета. Если мы прочитаем Исход 19 глава, вы видите, что они приходят на горы Синай. И Бог дает совершенно конкретные слова, совершенно конкретное поручение Моисею для израильского народа. И Он описывает вот эту историю. «А вы будете у Меня царством священников и народом святым». До этого Он говорит, что «Я сам вывел вас. Если вы будете слушаться Глаза Моего и соблюдать Завет Мой», то есть нужно было соблюдать, нужно было слушаться, «то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля». Обратите, пожалуйста, внимание на эту большую картину, большая картина всей земли. «А вы будете у Меня царством священников, и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израиля. То есть, ну вот, во многом, то, о чем мы с вами уже говорили, здесь развивается и подтверждается. Есть определенные требования, определенный призыв к Божьему народу. Они будут в этом мире, но это требование определяется тем заветом, в котором они находятся. Интересно, кстати говоря, в 19 главе книги «Исход» обратите внимание, как Бог их пугает, когда речь заходит о горе Синай. Мы читаем про громы, про молнии, про громы, про дым, и Бог как бы с некоторым юмором говорит, «Не-не-не, не ходите, никто не ходите на гору». И израильтяне говорят, «Моисею, ты сам туда иди, мы не пойдем». А Бог как бы ставит такую границу. Если вы переступите эту границу, вы будете уничтожены. Мы можем задуматься и спросить, почему Бог так поступает. Я думаю, что одна из причин заключается в следующем. Эти люди жили в мире идолослужения. Если вы знаете хоть что-то про идолослужение, вы понимаете, что идолослужение мотивируется страхом. Почему человек делает жертвоприношение идолом? Потому что он боится того, что идолы могут сделать с ним, или хотят, чтобы идолы сделали с ним что-то очень хорошее. И страх – это очень хороший мотиватор для идолослужения. Почему люди поклоняются деньгам? Потому что они боятся, что они никому не нужны. Если они не будут поклоняться деньгам, то в конце концов они останутся бедными и никому не нужными. Так вот, одна из первых задач, которую Бог решает для своего народа и со своим народом – это запугать их до смерти, для того, чтобы у них был страх Божий. Потому что страх Господний – начало чего? Правильно, начало мудрости. Страх Господний – это как раз то состояние, которое у человека должно быть. Не бояться этих египетских божеств, не бояться самих египтян. Это понятно. Не бояться египетскую армию. Нет. Бояться Бога и только Бога. И вот это может помочь вам сосредоточиться на главном. А в данном случае задача была как раз в том, чтобы сосредоточиться на главном и быть послушным Богу. В этом тексте понятно также, что Бог исходит из того, что Он уже проявил милость к израильскому народу. Он напоминает «Я Бог, выведший вас из Египта». Следовательно, делайте это. Мы к этой мысли еще вернемся. Потому что даже здесь, даже на Синае, сначала благодать, а потом уже заповедь, или потом уже повеление. Сначала спасение, потом уже послушание. Никто не может сказать, что вот мы были так послушны закону, что Бог вывел нас из Египта. Никто так не мог сказать. Они должны были сказать, что мы вышли... Бог вывел нас из Египта, Бог вывел нас из Египта, поэтому мы будем послушать нашему Богу. То есть все вот ровно наоборот. Бог открывает свою святость, Он дает требования своей святости. Мы еще к этому вернемся. Но закон необходимо понимать целостно. Речь идет об отношениях Божьего народа с Богом, прежде всего, через жертву, через приношение, но также об отношениях между представителями Божьего народа друг с другом. Не лжесвидетельствуй, не совершай прелюбодеяния, не кради. То есть есть определенные способы восполнения справедливости среди Божьего народа. То есть Бог возлагает определенные требования на свой народ, и смысл как раз и заключается в том, чтобы через заполнение этих требований народ Божий отражал Божью праведность. И при этом призвание тут еще вот какое. Не забывайте, что сделал Бог. Появляется это в самых разных местах, видно это в самых разных местах. Сам цикл недели, календарный цикл недели сфокусирован на субботе. О чем напоминает суббота? Она напоминает Божьему народу о том, что Бог сотворил все, о том, что Он единый и истинный Бог. Во второзаконии мы также читаем, что суббота напоминает и об Исходе, о том, что Бог спаситель Израиля. Пасха. Каждый год, да, пасхальный цикл. Каждый год в календаре появляется Пасха. Почему в календаре включена Пасха? Для того, чтобы люди не забыли, из чего началась их история, как Божьего народа. Началась она именно с Пасхи, с этого перехода. Чем эта ночь отличается от любой другой ночи? Тем, что тогда, до этого, мы были рабами в Египте, а Господь вывел нас рукой могущественной. И вот не забывать об этом. То есть сам календарь Израиля был сосредоточен вокруг Божьей искупительной работы в Израиле. День поставления кущей, другие праздники. Естественно, день жертвы, младостивления. Да, все это. Другие заповеди. Запомните, запомните. Не забывайте Бога, когда будете пить из тех холодцев, которые не копали. И есть от тех лоз, которых не сажали. Запомните об этом. Помните, что сделал Бог. Для того, чтобы вы были Божьим народом в этом мире, для того, чтобы вы были благословением для других народов. Видите, как это все миссионерски ориентировано. Видите, как важно, чтобы они были совершенно конкретными людьми, чтобы они имели определенные качества. То есть смысл в том, кстати говоря, что они ведь должны быть не просто кучей хороших индивидуумов. Они должны быть совершенно особым обществом. Да, эти законы указывают на личные отношения с Богом. Это, конечно, все очень важно. Однако эти законы указывают также на их отношения друг с другом. На справедливость, которая должна быть в этом обществе. На заботу о трудящихся, которая должна быть в этом обществе. Заботу о вдовах, об обездоленных и так далее. Все это как бы встроено в сущность Божьих ожиданий для Его народа. И все это в законе Моисея. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok